Расширенное собрание судей начинается с гимнов России и Ингушетии. За прошедший год в суды общей юрисдикции республики поступило более 59 тысяч судебных дел и материалов. Это почти на 10 тысяч дел больше, чем в 2018. Абсолютное большинство судебных дел, 96 процентов, рассмотрено в установленные законом сроки. Такие итоги деятельности за минувший год подводит председатель Ингушского Верховного Суда. Вступили в силу 26 законов, принятых по законодательной инициативе президента страны и председателя Верховного Суда Российской Федерации в целях укрепления правовой гарантии независимости судей, повышения эффективности правосудия. Самым важным из них стал закон о создании новых апелляционных и касационных судов общей юрисдикции. С 1 октября 2019 года начали работу 9 касационных и 5 апелляционных судов общей юрисдикции. Касационные и апелляционные военные суды образованы в соответствии с принципом экстерриториальности. В этих судах реализуется принцип сплошной касации, который предусматривает коллегиальное рассмотрение дел, жалоб в судебном заседании с приглашением сторон. По словам Фаргиева, основной тенденцией развития уголовного судопроизводства в России является его гуманизация. Ежегодно сокращается количество осужденных, значительное количество обвиняемых освобождается судом от уголовной ответственности, ограничивается применение строгих мер наказаний. Так, в анализируемом периоде судами республики закрыто 909 уголовных дел в отношении 930 лиц. Осуждено 790 человек. Это 85 человек от общего количества осужденных. Оправданы 7 человек, 0,8%. Прекращены дела в отношении 109 лиц, 12%. Назначение наказания характеризуется следующими показателями. Из 790 осужденных к реальному лишению свободы осуждено 141 человек или 18% от общего числа осужденных. Самая главная положительная тенденция 2019 года – рассмотрение всех судебных дел в законные сроки. Глава республики, выступая перед представителями Фемиды, напомнил, на чем основывается правосудие. На анализе ситуации со всех ракурсов и умение слушать каждую сторону. От ваших решений, от вашей работы зависит очень много аспектов социально-экономического развития, экологического, исполнения федеральных законов. Вы свою работу знаете, вы ее делаете. И председатель суда очень парадобно все доложил. В этой части я внимательно слушал, и записи делал, и мне понятно, потому что я тоже далеко от судейского, прокурорского не отскочил, как говорится. С 1 сентября 2019 года в соответствии с федеральным законом в районных судах вступило в силу обязательное аудиопротоколирование судебных процессов. Использование автоматизированной системы распределения дел между судами с ученами их нагрузки и специализации – еще одно изменение, которое уже приносит свои плоды электронные правосудия. Теперь жители могут подавать иски в суд через интернет. С 1 января 2017 года в соответствии с законом реализовано право подавать в суд юридически значимые документы в электронном виде через сеть интернет. В 2019 году на официальные сайты судов общей юрисдикции поступило 803 заявления. Для сравнения, в прошлом году было 98 заявлений. Народ у нас уже информационно и в плане использования информационных технологий грамотным становится и активно пользуется своим правом обращения в суд через интернет. После собрания Махмуд Аликалиматов и Ибрагим Фаргиев ответили на вопросы журналистов. У нас здоровый, работоспособный суд верховный и районные городские суды. Это я могу сказать, потому что то количество рассмотренных уголовных и гражданских дел и даже то сообщество судейское мировых судей, меня сегодня немножко даже приятно удивило, что количество большое рассматривается мировыми судьями. И в части материального обеспечения технического это мы будем рассматривать, конечно, ну вот исходя из тех замечаний, которые для себя-то вывел. Самая главная задача – это осуществление правосудия и соблюдение процессуальных сроков, рассмотрение, своевременное рассмотрение дел, чтобы за каждым делом судья видел человека, чтобы за каждым делом видел интересы конкретного людей и с учетом этого выносил решение. Подводя итоги заседания, Махмуд Аликалиматов поблагодарил участников встречи за достигнутые успехи. По его мнению, это результат слаженной работы всех структур власти. Главная задача на 2020-й – эффективная защита прав, достоинства и собственности граждан. И здесь очень многое зависит от профессионализма, открытости, стремления судей детально разобраться в деле и вынести законное, справедливое решение. Светлана Томова, Майорбек Мержоев. Новости 24.